Собираюсь сегодня крутить лечо. Опять партию кабачковой икры. Вот сегодня план работы у меня такой. Грибы здесь уже слила воду, чистую залила. Замочила вот грибочки, которые мы собрали в грузди. Вот, сейчас собираемся. Собираемся сейчас в магазин. Кое-какие продукты надо подкупить. Список написала на лечо. Поехали. Поехали. Мусор надо еще захватить. Ты Севгард открыла моего, да? Я еще не хотела открыть. Так, бери мусор, поехали. Все, Андрюшка. Не знаю, по чем здесь перец. Мы там рынки. На новом. На старом был 60. В Победе зеленый, поэтому... Мне не нужен зеленый наличие, а нужно красный. Смотрю здесь. Сейчас пойду на рынок, сейчас на работу забегу. Ветер такой сегодня прям сильный. Не знаю, парыистый ветер, короче. Сейчас еще за банками надо в гараж сходить. И начинать закрутки. О, пыльщик какая-то. В общем, сегодня нам надо сделать с тобой лечо и кабачковые. Два задания. Только два. Да. Тебе мало? Конечно. Ну, можешь белье постирать. Да, конечно. Еще и развесить. Да? Ну, ты же все, рвешься, развесить, прикалываешься. Ну, вот я тебе тоже так говорю. Печанюшки купили. А я не понял. Вкусняшка. Ой, мусорка опять полная. А это кому? Кому, кому. Монет. Может твоему? Да. А тебе нельзя? Это, наверное. Это дети все приедут. А. Я к чаю взяла. А я думаю, чуть-чуть-то. Монеты не даешь такие вещи, да? Да. Да ладно, прям ты меня спрашиваешь, Андрей. Ну. Подумаю, я прям тиран. Дай пожаловаться чуть-чуть. А. Ну, ладно. Время уже обед почти. Скоро обедать надо. А у меня суп не готов. Овощной. Ты, блин, закорочишь, что-то. Нет, смотри. О, Господи. Так, говори. А? Так, говори. Ой, ху-ху-ху-ху. Пошли в сумки таскать. Пошли. Вот, закупили. Сколько овощей. Вот. Лук. Баклажаны взяла, кабачки. Перец. Хороший перчик. По 60 рублей на рынке перец. Прям хорошенький. Выбрали красного. А сейчас у меня уже все приготовлено. Мы обед готовим. Андрей, он ведь какой себе омлетик сделал. Аппетитненький такой, с гречкой. Я уж открывать не буду, потому что он его выключил. Он у него, наверное, там подходит еще. Вот. Здесь я ему салатика нарезала. А это мне. Обед сегодня у меня. Овощи. За пяти деньки и обедик-то. А то. Ну, это не обедик, это завтрак. Ну, это у тебя завтрак, да. Я-то уже позавтракала. А он только-только время у нас вот. Ого, сколько завтракает, Андрюшка? Раньше двенадцатин ем. Молодец. Все, сейчас вот это. Приготовили здесь что-то? Петрушку с укропом купила на рынке. У нас есть петрушка, но мне еще надо. Взяла, думаю, ладно. Укропа у нас уже нет. Пришлось купить. Вот. Попиваю зелье свое. Бадя, да. Зелье, да? Точно, зелье. Зелье. Приворотное, наверное, какое-то. Ага. А метлу где свою прячу? Там. За дверью. За дверью. Угу. Ну, что, давай завтракать? Да, но у меня еще остывает. Я не люблю прям с пылу жару. А я баклажан, ну, вот знаете, на быстром, на сильном огне так слегка обжарила. Лук, вот, перчик. Ну, и вот такой вот у меня обед. Я разгружаюсь немножко. Ну, вот так. Все, сейчас будем мы обедать. Всем приятного аппетита. Увидимся попозже. Когда уже лечо начнем делать. Я сейчас лечо начну делать. Ну, может быть, кто-то тоже захочет приготовить наше вкусное лечо. У нас очень вкусное лечо получается. А сегодня баклажан не будем делать? Кабачки. Ой, кабачки. Кабачковую икру будем сегодня делать. Да. Мы там сделали две партии. Третью партию. Нам еще же надо партию сделать. Родителям мы же обещали. Ну, мы сделали. Думаю, хоть ту отдали бы. А сейчас сегодня решила приготовить. У меня выходной. Думаю, как раз и родителям уже партию отвезем. Давай, я что-то спать хочу. Спать хочу. Опять скажут, зевает. Спать хочу. Что-то просыпаюсь. Вот вроде выходной. Проснешься утром рано. Спать неохота. Ну, как на работу, так вечно охота спать. Да я в обед даже и не сплю. Если я сейчас и лягу, я спать все равно не смогу. Всегда на работу хоростаешь. А мне бывает, я вот лягу с вечера. Даже в два ночи могу поздать. И все, и до утра, и до следующего. Ну, ты сегодня ночью что-то смотрю, там уже в телефоне лазил. Ночью ты проснулся. Ну, что я? Да. Следишь за мной, что ли? Да я проснулась ночью, смотрю. Это не ночь была. А, это пришел ночью, наверное, в спальню. Это я, да, это я пришел, посмотрел. Потому что я помню. Ну, хотя я могу ночью на это посмотреть. И не спать потом. Ну, это каждый может. Все, у тебя, наверное, уже остыло. Давай садиться. Всем приятного аппетита. Уже накрутили помидоры. Добавила сюда перца. В общем, на 5 килограмм помидор, 3 килограмма перца. Режу я его вот так вот, перец. Это у меня будет лечь. Крупно мы не любим. Прям некоторые крупно-крупно. Я стараюсь мельче, и то, вот видите, попался большой. А так вот, в основном, вот, ну, такие вот. Такие. Ну, вот так вот. Так, здесь я приготовила уже сахар, укроп, петрушка, чеснок. Сейчас соль я еще приготовлю, растительное масло. Но вот сейчас у меня закипит помидора с перцем. И будет кипеть минут 25, там, 20. Вот. А потом будем уже все остальное делать. Здесь поставила я крылышки варить на ужин нам. Вот. Здесь у нас он, кавардак. Мы все вот, Андрей меня перемолол все через комбайн, порезал. Сейчас буду все это здесь убирать. В общем, бардачело здесь у нас полным ходом. Готовка, уборка. Так, все, перец у меня протипел. Сейчас я еще буду добавлять сахар. Соли по вкусу, девочки, но у меня было где-то 50 грамм. Это я делала по старому рецепту. Я сейчас посмотрела, где я делала. Там 50 грамм соли. Ну и чеснок добавлю. Все, минут 15 сейчас чесноком. Вот. А потом уже. Так, еще масло. Зальем. Так, масло. Все, сейчас с маслом еще минут 15. Так, все, пусть кипит. Вот. А попозже я вам уже покажу. Здесь у меня баклажановая икра. С фаршем я делаю. Здесь крылышки уже приготовились. Ну а здесь еще все у меня еще продолжается. Все, накрываем крышкой. И пусть покипит. Девочки, соль я уже положила 50 грамм. Попробовала. Для меня соль прям отлично. Поэтому вы смотрите сами. Ну вот 50 грамм на эту вот партию у меня прям достаточно. Добавляю здесь укропа, петрушки. Так, горошком перец. Ну я вот так вот прям ссыпанала. Все, и еще прям минут 5. И все. И буду выключать. Пусть прокипит. Банки поставила стерилизовать. И буду, ну, в теплых банки накладывать. Потому что, чтобы холодными не были, надо теплые. Вот так. А здесь я поставила картофель отвариваться. У меня был бульон, где я крылышки варила. Такой жирненький. И я вот теперь еще картофель начистила. Ну и как раз вот еще картофель будет на ужин. Забыла добавить сразу уксусную эссенцию. Так, раз, два, три, четыре чайные ложечки. Добавляем. Ой. И все. Еще прям минут 5 и все выключаем. Ох. Вот сегодня денечек. Еще сейчас буду это, бочковую крутить. Сейчас эту закрою. Вот целый день, девочки. Скажите, вы много закруток на зиму делаете? Вроде бы, знаете, понемножку того-того. И получается что-то так много всего. Сегодня еще детей ждем. Поэтому сейчас вот быстро тороплюсь. Не знаю как, думаю. Сейчас они подъедут, а у меня ничего не готово. Сейчас полы еще потереть надо. Но вот сейчас прикипит чуть-чуть. Банки у меня уже в печке. Достанем, быстро разложим. И все на сегодня. А, все на сегодня. Я тут закину. Кабачковую икру буду делать. Ну все. Все, осталось мне еще одну икру сделать. 15 баночек полуветровых получилось. Леча. Накрыла вот. Пусть стоит. А мы садимся ужинать. Детей ждать не будем, потому что они приедут попозже. Они работают. Вот так. У Андрея там картофель. Я себе салатика вот нарезала. И это, крылышки. У Андрея еще икра. Ну как икра-то? Баклажанная. Пойдет? Ты не любишь вообще-то баклажанную. Ну приготовила. Пойдем, давай. На этом видео закончим. Сделала вот я лечи. Вот такой рецептик вам оставлю. Так что всем пока-пока. До новых встреч. Увидимся в следующем видео. Я уже устала. Больше снимать ничего не буду. Все. Пошла отдыхать. Пока-пока.